всем большой привет очередной интереснейший репортаж из торонто и сегодня мы посетим а называется canadian hockey hall of fame если перевести на русский язык это как зал славы канадского хоккея но не только канадского в общем-то мирового хоккея я могу так сказать пойдемте посмотрим это самый-самый-самый центр торон но мне понравилась здесь надпись на французском здесь написано ле темпл ребята темпл это вообще-то храм то есть можно перевести даже как хоккейный храм или храм посвященный хоккею так это магазин сувениров я хочу близко за и подойти и посмотреть ему в глаза красавец но я еще раз говорю я ребята я смеюсь это действительно смотрится как просто как храм храм хоккея я смотрю это абсолютно именные шайбы различных команд шайба 57 года здесь написано что здесь он забил этой шайбы 500 голов еще раз повторяю здесь абсолютно разные команды вот это canadian forces это ну как армии канадский армии команда я смотрю здесь даже есть ссср вот этой клюшкой и шайбы играл сергей федоров 1996 году за этим мишка напрягает качество такое это прям деревяшка откровенно говоря я понимаю что это композиционные материалы возможно какие-то но я не вижу какую-то большую технологию за этим как сейчас делают батюшка дэвид бауэр даже священник был тренером по хоккею и вот это его шляпа который он держит здесь в руках foster habit я посмотрел почему костыли и почему такая молью поеденная вот это у него майка оказывается он в 34 года умер от ранения которое он получил на хоккейном поле и даже не знаю какое можно ранение получить но именно вот то что он сломал себе ноги послужило того что он умер это хоккейные ворота не просто хоккейные ворота вот этот музей специально их выкупил когда уэн грецкий знаменитый канадский хоккеист забил в эти порота 802 гол и это стало вообще рекордом ребята вы знаете на самом деле храм вот так вот ходишь это действительно действительно просто храм это форма 25 26 33 34 года обращает внимание на то что все это сделано из очень очень высокого высокое качество шерсти я думаю потому что это все происходило на улице было холодно и поэтому нужно было сделать все это из теплой шерсти вновь коньки 72 74 года вот все равно они как отполированы какой-то я не знаю чем и маленький размер я думаю каждый хоккеист хочет чтобы его перчатки в таком состоянии оставались в музее навсегда и чтобы каждый ходил и смотрел вот на эти дырки и и говорил какой он был классный вратарь и какая у него была классная плюшка и щиток я думаю все знают тони экспозито инфил экспозито в канадских командах которые играли против советского союза а вот перчатки самого валерия валерия харламова а вот информация о нем прямо написано валерий харламов и в каком году какие медали он получил это чемпионы 19 20 21 22 23 26 27 года а вот их коньки играли в хоккей 20 20 года ну я хочу сказать до 20-х годов по-моему это было прям вот вверх-вверх технологии какой-то конечно настоящий канадцы уже с детских лет уже знает как играть в хоккей вот эти все снаряжения ну сделано славно я хочу сказать такая очень плотная кожа с ватой коньки конечно и хоккейные маски что-то жуткое что-то просто жуткое клоунские ботинки вот честное слово но я хочу сказать что шерсть просто просто хорошая шесть размер очень маленький ног я смотрю и рук но я смотрю здесь каждый это это форма каждого смотри 38 39 40 41 год туда далее 59 60 его даже ричард хенри номер 16 играл этими перчатками да как он их раздолбал эти перчатки то имеет ощущение что даже гольфы здесь оставили они из грязи с кровью и наконец пиджак тренера то блэйк его шляпа и его коньки даже маленький размер какой-то не знаю девятый наверное на самом деле такое впечатление что прям находишься в раздевалке а это павел бюре с его росписью его коньки его шлем его форма и конечно вся информация о нем меня поразило что вот в этом сале славы хоккея есть еще отдельно он прям так и называется кафедра храм хоккея уж давайте теперь туда зайдем посмотрим что там такое первое что мы видим это исторический матч между канадой и советским союзом это событие занимает огромное огромное значение играет в жизни вообще всей канады написаны книги нарисованы картины целые книги изданные выпущена даже целая пластинка вы не поверите это пластинка где комментатор говорит игру все игры разложены просто по полочкам все здесь откроют фильм той игры да книг большой хоккейное созвездие потрясающая книга посмотрите это же самого анатолия тарасова называется совершеннолетие оригинал книги вы знаете а вот здесь написано что вот этот флаг владислав третьяк получил вместе с орденом ленина за большой вклад в советский спорт и вообще в спорт но я откровенно говоря не знаю что именно этот флаг делает видимо 30 3 як отдал это музею канадскому как я уже сказал в этом документальном фильме разложено каждое движение каждая игра каждый гол и еще раз хочу повторить эта игра 1972 год это занимает просто какую-то огромную такую часть на в канадской истории кстати позади меня алексей яшин вот это огромная галерея здесь написано в каждом спорте в у каждой нации есть свои герои и чемпионы давайте здесь найдем чемпионов которые связаны с советским союзом мальцев майоров бобров фетисов кузькин и ларионов тихонов владимир юрсинов что ты слышал о таком вячеслав быков васильев косатонов андрей хомутов владимир петров фирсов вениамин александров чуть не слышал о таком аркадий чернышов круто владимир борис михалов игорь дмитриев виталий давыдов валерий харламов александр агулин сергей федоров каменский канаваленко не слышал о таком юрий карандин сергей макаров константин локтев алексей яшин паша бюре но буре павел буре андрей старовойтов анатолий тарасов владислав третьяк салагубов и старшина взятия не могу точно сосчитать сколько русскоговорящих вот этих фамилий здесь на этом стенде но я бы сказал достаточно много взять я хочу просто еще добавить обязательно это просто обязательно дело в том что канадцы сами они поставили потрясающий документальный фильм они сделали такой половина документальной половина художественный фильм про эту игру где они что самое интересное показали насколько грубы были канадцы насколько они были несправедливы со сборной советского союза и вот если посмотреть с канадской точки зрения это так что они как бы извинялись за свое поведение я вам очень рекомендую это посмотреть потому что но действительно как они играли это было очень грубо это было хамски это было что-то неописуемо это было не спортивно это было абсолютно не спортивная и вот кстати сами канадцы это показали насколько это было не спортивно грубо и вот это вот этот документальный фильм этот сериал это было как канадское извинение за свое поведение в 1972 году рекомендую посмотреть в канадском храме хоккея есть храм в храме и этот храм в храме он посвящен кубкам которые они завоевывают и в самом самом центре стоит кубок который я сейчас подойду и можно его щупать и можно даже пробовать прям пальцем ковырять я подошел к девушке которая стоит там рядом служительница этого храма я говорю что разве можно щупать она говорит а вообще-то это принесет неудачу если вы потрогаете пальцем игра как же люди которые трогают они этого не знают я не могу поверить но дело в том что здесь написано волн волн это вообще то сейф то есть вот за этими дверями которых черт не знаешь как открыть существует целое целый музей в или храм в храме где находится именно кубок стэнли так это сам лорд стэнли который придумал кубок стэнли из истории его семьи так это я так понимаю начало потому что я смотрю здесь 12 13 год и другие другие годы и видимо когда это стало стало очень много просто стали освобождать место потому что я смотрю вот это вот штуковина это прям просто от отодрали от этого кубка повесили сюда чтобы освободить место для того чтобы хватило места для новых надписей давайте выходим из сейфа головой бы не стукнуться из сейфа лорда стэнли и пощупаем непосредственно сам этот кубок я думаю можно сразу подойти на это сразу еще не подойдешь это нужно своей очереди ждать в этом храме я еще раз беру это просто вот храм в храме вот он так вот ты какой дедушка лень и так нет стояв и 45 минут в очереди подошла моя очередь давайте спать что же здесь написано ну вот например здесь написано эдмонтон эдмонтон 83 84 году они выиграли и вот здесь переписаны все он грецкий есть все игроки которые играли в этой команде так вот чем смысл этого кубка давайте поближе еще подойдем да здесь все команды написаны ну вот например в 2000 году 2001 выиграла колорадо и опять же все вот эти члены команды игроки команды лучше сказать что я хочу сказать в заключении этого видео я хочу сказать следующее что это потрясающая идея и это потрясающее знать свою историю сохранять свою историю и сохранять именно вот в таком виде чтобы это было как музей пускай это будет как храм пускай это будет как что-то но сохранение истории в таком виде истории спорта это потрясающее впечатление потрясающее все отлично спасибо за внимание и ну вы Субтитры подогнал «Симон»